В ходе совещания с руководителями органов местного самоуправления, посвященного социально-экономическому развитию области, губернатор Свердловской области обозначил семь приоритетов, которые сформируют фундамент развития муниципалитетов в 2016 году. Повышение доходного потенциала территории, привлечение инвестиций, контроль за ценами на продукты питания и ряд других направлений – приоритеты деятельности муниципальных образований Свердловской области в 2016 году. Губернатор Евгений Ковешев поставил перед главами задачу выстроить эффективную работу по семи основным блокам, создающим стартовую площадку для экономического роста территорий. По словам губернатора, прежде всего, предстоит обеспечить сохранение стабильности в бюджетной сфере и повышение доходного потенциала территорий. У вас всех, уважаемые коллеги, огромный потенциал для расширения налогооблагаемой базы и повышения собираемости налоговых платежей. Эту работу необходимо продолжить и в 2016 году. Для примера, в рамках работы по повышению доходного потенциала Свердловской области за 9 месяцев 2015 года в консолидированный бюджет дополнительно поступило 9 миллиардов 400 миллионов рублей. Показатель 2014 года был 6 миллиардов. Второе направление – это улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, развитие конкуренции. В 2016 году особое внимание будет уделяться тому, как эти вопросы решаются именно на местном уровне. Третий блок мероприятий касается выполнения одного из положений послания президента России Федеральному собранию. Речь идет об инвентаризации и вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых земель. Это те ресурсы, которые можно сегодня использовать для развития реального сектора и наращивания выпуска собственной продукции сельского хозяйства. Четвертое направление связано с обеспечением продовольственной безопасности. Губернатор акцентировал особое внимание на контроль уровня цен и качества поступающих на прилавки продуктов. Особенно это актуально в условиях повышенного спроса в период новогодних праздников. Прошу главы муниципальных образований взять на личный контроль ситуацию на местах, обеспечить оперативное взаимодействие по этим вопросам с правительством Свердловской области и уполномоченными контрольными органами. Кроме того, губернатор напомнил, что Свердловская область – первый регион в России, где начался ввод в эксплуатацию домов, построенных в рамках программы «Жилье для российской семьи». В рамках федеральной программы реализуются 15 проектов жилищного строительства на территории 12 муниципальных образований. Я прошу, уважаемые коллеги, держать этот вопрос на контроле и принимать все необходимые меры для соблюдения сроков и, самое главное, качества строительства. Еще один значимый блок мероприятий касается контроля над ситуацией на рынке труда. По информации главы региона, в настоящее время обстановка стабильная, в том числе благодаря тем мерам, которые принимаются правительством Свердловской области, руководителями предприятий, а также главами территорий. Прошу совместно с профсоюзами и ассоциациями работодателя эту работу продолжить. Вопросы обеспечения занятости, особенно в моногородах, это крайне острая и чувствительная сфера. Наиболее финансово емкое и социально значимое направление – это реализация программы по строительству, ремонту и реконструкции школ на территории Свердловской области, которая стартует с 2016 года. В послании федеральному собранию глава государства акцентировал внимание на этом вопросе, чтобы обеспечить доступность общего образования и создать условия для односменного обучения. На эти цели только в следующем году из федерального бюджета планируется выделить 50 миллионов рублей для регионов.